В центре внимания очередная плеяда выпускников. Счастливые, полные энтузиазма, энергии, надежд в вечерних платьях, отглаженных элегантных костюмах с традиционной красной лентой через плечо, эффектной колонной выпускники 2017-го прошли торжественным маршем по главной городской улице. Они уверенно шагают вперед во взрослую жизнь, чтобы покорять новые вершины. Чувствую, что ты стоишь на пороге в новую жизнь. Это очень ответственно и грустно, с одной стороны, что все, школа закончилась, с тобой не будут уже так мягко где-то прощать тебя. Сейчас уже более взрослая жизнь начинается. Но, наверное, еще такое предвкушение чего-то нового, чего-то неожиданного. Счастье, что ты уже взрослый человек, ты можешь сам решать свою жизнь, поступать так, как ты считаешь нужным. Однако ей это огромная ответственность, потому что теперь только ты отвечаешь за свои поступки. Ну а сегодня хочется просто веселиться. Каждый раз распределяет свои приоритеты, что для него главное. Например, для меня главное сейчас учеба. Так что это событие для меня как, ну, линейное. Главное стремиться, наверное, к образованию. Это самое главное, наверное, сейчас в нашей жизни, школьников, будущих студентов. Официальная часть мероприятия состоялась на площадке театра эстрады в парке культуры и отдыха, где путевку в новую взрослую жизнь получили 670 молодых и энергичных, инициативных и креативных выпускников Ленинского района города. Многие из этих ребят защищали честь школы-гимназии на конкурсах, соревнованиях, конференциях и олимпиадах разного уровня и побеждали. Несомненно, талант этих юношей и девушек еще пригодится Бресту и прославит областной центр. У ребят есть тот фундамент, который позволит им двигаться вперед. Ну, а сегодня у них праздник, и город, администрация района попыталась создать им этот праздник для того, чтобы они почувствовали, что они нужны. Кроме них, сегодня здесь и совет директоров Ленинского района, руководители предприятий, люди, которые уже достигли многого в этой жизни, и они будут, наверное, определенным примером им для того, чтобы они могли в жизни решать свои проблемы и двигаться вперед. Качество образования в Ленинском районе города всегда было и остается на достойном уровне. Для 36 выпускников результатом 11-летнего школьного пути стали золотые медали, которые в торжественной обстановке юношам и девушкам вручил глава района. Я считаю, что сегодняшний день она очень важна, потому что, мне кажется, как любой девушке хочется быть образованной, и эта медаль как раз-таки закрепляет это понимание. Пусть был, конечно, труден, но зато результат того стоил. Ну, я думаю, что нужно работать над собой всегда, помнить о том, что есть к чему стремиться, и, в общем, это и помогает. То есть быть самому себе каким-то стимулом. Праздничные мероприятия, посвященные окончанию школы, продолжались в стенах учреждений. 13-й выпуск Бресского областного лицея имени Машерова состоялся субботним вечером в Центре молодежного творчества. В этом году 20 выпускников закончили год с отличием. Копилка достижений областного лицея стала богаче на 18 золотых и две серебряные медали. Это сплоченная, дружная команда. И, может быть, для кого-то это удивительно, но мы знаем просто, как ребята из физико-математического профиля помогали решать сложные задачки ребятам филологического профиля. Наши журналисты писали сочинения для ребят физико-математического направления. Поэтому это сплошная взаимовыручка, дружба, сотрудничество, в чем-то хорошее соперничество. Но это и приводило к хорошим результатам, к достойным дипломам на республиканском уровне, международном уровне. Несомненно, Бресский областной лицея и дал хорошую стартовую площадку для дальнейших учебных достижений. Представители молодежи стал важным подспорьем на пути ребят к плодотворной и независимой взрослой жизни. Сегодня выпускники гордятся местом, где учились, а лицей гордится выпускниками 2017-го. Я еще не вполне чувствую, что я прям выпускник, что я еще не школьник. Я думаю, это придет тогда, когда я поступлю уже в ВУЗ. О чем я мечтаю? Ну, я думаю, как и все здесь, я мечтаю хорошо провести выпускной, потом хорошо сдать ЦТ и поступить, куда я хочу. Ну, несомненно, участь в областном лицея, я приобрел много важных навыков, которые, я надеюсь, помогут моей мечте исполниться. Виктория Саченко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok